Доброго времени суток! Продолжим заниматься обучением программирования игр в Scratch. И в очередном 12-м уроке, который назван «Диалоги и интерфейс», мы научимся делать нашу анимацию и игры более интересными, увлекательными и понятными для пользователя. В первой части урока мы разберемся с тем, как создаются диалоги, для чего они нужны и вообще, что такое диалог. А начнем мы с примера игры. Точнее, это не совсем игра, это простая анимация, в которой два персонажа общаются. Таким образом реализуется диалог. Это демонстрационный пример, он есть в студии юно-разработчик игр, и ссылку на него я дам под этим видео. Ну что, давай посмотрим, как общаются наши два персонажа. Ну вот и все, они друг с другом поговорили, и дальше, наверное, ты ожидал какого-то сюжета, но наш урок посвящен именно диалогам, поэтому дальше сюжет ты можешь придумать сам. Нам же сейчас нужно научиться делать так, чтобы каждый спрайт по очереди что-то говорил. Ну, как они говорят, с помощью каких команд, наверное, ты уже знаешь. Для этого у нас есть команда «Говорить». Мы откроем код и разберемся. Я сделаю так, чтобы нам был виден код. И везде у нас используется команда «Действительно говорить». Вот наш первый персонаж, наш первый спрайт, код, говорит «Привет, я код, а ты кто?», а потом передает что-то. Если мы посмотрим, что передает этот код, то на самом деле вот это что-то под названием «Привет», вот еще раз повторю, да, передает «Привет», получает «Лев». Что это такое? А потом он еще говорит и дальше передает. Это сообщения, которые спрайты могут друг другу передавать. Ну и чтобы тебе было понятно, как это делается, мы сейчас быстро этот пример диалога реализуем. Мы откроем Scratch, создадим новый проект. Ты можешь сделать след за мной. Здесь у нас код уже есть. Добавим льва. Ты можешь добавить любого другого персонажа. Вот так мы их поставим. И первая проблема, с которой мы сталкиваемся, кот у нас смотрит на льва, а лев смотрит в другую сторону. Что с этим делать? Мы уже делали настройки спрайтов и знаем, что можно сделать поворот его направления, изменить на направление влево. Вот так вот, минус 90. Но здесь это сделать точно не так-то просто, вот мне удалось. И сделать еще стиль вращения влево-вправо. Можно это делать здесь, а можно, если ты обратил внимание в примере, который мы рассматривали, это было сделано программно. И сейчас я покажу, как. У нас есть команда повернуть в направлении. Мы выберем влево. И еще обязательно нам необходимо сделать стиль вращения. Стиль вращения влево-вправо, потому что иначе он, как ты видел, переворачивается с ног на голову. Вот так вот мы поставили друг на друга смотреть. Если потребуется, мы даже можем сделать так, чтобы они сначала друг к другу подошли, а потом начали говорить. Но это ты можешь придумывать уже самостоятельно. Я же покажу, как реализовать диалог. Итак, первым у нас начинает код, поэтому он начинает говорить, когда щелкну по флажку. И из группы команд с внешность мы выбираем его первую реплику и пишем то, что он должен сказать. Потом мы добавляем «Передать сообщение». Возможно, ты помнишь, в одном из проектов мы это уже делали. Даже, возможно, и не в одном ты это уже делал. И создаем новое сообщение, которое, как было в примере, «Привет». То есть код наш сказал «Привет». После того, как код сказал «Привет», об этом должен узнать лев. И программно это получается так, что он получает сообщение от спрайта «Код». И это сообщение называется «Привет». Как только он его получает, он ему ответ говорит «Р». И для того, чтобы код среагировал на эту реплику, теперь уже спрайт льва должен тоже передать сообщение. Мы его так и назовем, чтобы было проще ориентироваться. И так далее. Ты, наверное, уже понимаешь, мы можем делать диалог сколь угодно длинным. Код получает «Р» и говорит «Ой-ой-ой» или «О-о-о-о» кричит. Опять передают сообщение. Чтобы было понятно и легко ориентироваться, мы его так и называем. Лев его снова получает и говорит «Не бойся». Ну и так далее. Я думаю, дальше ты сможешь сделать это все сам. Можешь сейчас поставить видео на паузу и сделать этот маленький проект. И вернуться, потому что дальше мы будем делать еще что-то интересное. Но для того, чтобы быть грамотным разработчиком игр, необходимо знать, что такое диалог. И как это мы часто делали, мы рассмотрим некоторые определения. Эти определения я взяла из энциклопедии «Кругосвет». Ссылка на нее дана и на этом слайде, и под видеоуроком я тоже ее размещу. Потому что эта энциклопедия очень интересная. Там очень много разных тем по разным вопросам и много интересной информации о самых разных предметах, которые, возможно, тебе тоже могут быть интересными. Я поискала там определение диалога. И оказывается, что это слово произошло от греческого «диалогос», «разговор», «беседа». А если перевести буквально, то «речь через». Вот так вот такое интересное значение, такой интересный перевод слова «диалог». Ну и на самом деле это процесс общения, обычно языкового, между двумя или более лицами. Ну и у нас сейчас здесь было два персонажа, два лица, которые друг с другом вели диалог. Есть еще более частные значения термина «диалог» или другие определения, такие как «разговор между персонажами пьесы». Ну это почти как в нашем сюжете, в нашей анимации у нас два персонажа, они друг с другом общаются. Или так еще называют литературное произведение, которое написано в форме беседы между героями. Есть известные многим взрослым диалоги Платона, например, это такое произведение древнее. В форме беседы между героями можно построить любой мультфильм, и это действительно всегда очень интересно, правда? Ну и наконец, еще одно определение – это взаимодействие, направленное на достижение взаимопонимания, особенно в политике, например, диалог между властью и оппозицией. Мы, конечно, не будем реализовывать диалог такой, но мы будем говорить о взаимодействии, о взаимопонимании твоей игры или анимации, и пользователя, или игрока, который должен понимать, что и как делать, взаимодействуя с твоей игрой, с твоей разработкой. Поэтому это даже значение для нас тоже очень важно. Какие диалоги мы можем реализовать в Scratch? Диалоги персонажей. Мы это уже сделали. Диалог может быть с пользователем. Ну и давай посмотрим пример диалога с пользователем в игре, в которую, возможно, ты уже играл. Собери снеговика. Там персонажи игры ведут диалог с игроком, с пользователем. Ну, кусочек мы сейчас посмотрим. Я открыла игру, сейчас ее запущу. Там будет играть музыка, поэтому я говорить не буду. Но ты наблюдаешь за тем, что уже сразу первый из персонажей, снегирь, начнет диалог со мной, с игроком. Ну, а потом я остановлю, если захочешь, ты дальше сможешь проанализировать эту игру, какие еще там диалоги есть. Вот, наверное, ты успел заметить, что даже появившийся здесь снежный ком тоже успел что-то сказать. Вот надо подправить эту игру, как-то слишком быстро пропадает эта надпись, не успеваешь прочитать. Но нам сначала несколько реплик сказал один из персонажей игры, наш снегирь. Итак, это был диалог с пользователем. И, видимо, ты догадываешься, что для того, чтобы его реализовать, достаточно просто использовать команду «сказать» или «говорить». Ну и, наконец, возможен так называемый естественный языковой диалог или диалог на естественном языке с пользователем, когда наш персонаж какой-то или наша игра задает нам вопрос пользователю, и мы можем ввести ответ. Если ты помнишь, вопросы мы уже задавали в таком проекте, который называется «Код-счетовод». И на вопросы кота мы вводили данные или свое имя, или значение переменных. Ну и еще в следующем уроке мы реализуем проект под названием «Векторина», где тоже у нас будет уже вопрос и ответ, и еще будет проверяться, правилен ли ответ. Итак, зачем нужны диалоги в игре? Благодаря диалогам наша игра и анимация приобретают некий сюжет или историю, или рассказ, и становится более понятной и интересной. Сейчас еще мы рассмотрим маленький пример, как можно сделать диалог на основе сюжета. Вот я нашла такую интересную картинку, и мне захотелось сделать небольшую анимацию, в которой два персонажа, олененок и собака, друг с другом как будто бы разговаривают, то есть анимировать эту картину. Давай это сделаем. Как же это сделать? Создадим новый проект. Я не буду сохранять, потому что у меня есть уже этот проект. И здесь у нас понятно, что мы должны вроде бы вырезать наших спрайтов, но также понятно, что это может получиться неаккуратно, некрасиво, и вывод лучше этого не делать. Мы можем взять эту картинку и разместить в качестве фона сцены, а потом придумать кое-что еще. Итак, я добавляю фон сцены из файла. Этот файл у меня есть в папке. Называется он собака и олененок. Вот я его добавляю. И теперь мои два персонажа уже на сцене есть. Как же сделать так? Сейчас я удалю кота, чтобы они начали друг с другом общаться. Для этого мы нарисуем два хитрых спрайта, которые будут заменять нам этих двух персонажей, но благодаря им они начнут общаться. А сделаем мы это следующим образом. Вот я нажала на кнопку «Нарисовать новый спрайт». Мне удобнее рисовать в векторном режиме. Но если тебе хочется, можешь делать это и в растровом, но потом увидишь, что векторном легче сделать некоторое преобразование. Поэтому я нажму на кнопку «Конвертировать в векторную графику» и нарисую здесь небольшие кружочки. Например, черненькие. Сначала я их сделаю такими достаточно большими, чтобы их было видно хорошо на сцене. Потому что вот уже сейчас, пока я рисовала, я не вижу. Вот черный кружочек. Этот черный кружочек будет заменять мне олененка. И мы его поставим как-то так, чтобы вот это вот облачко или баллон прямой речи, его еще называют, было из определенной части. Вот, например, у нас есть глазик нашего олененка. Мы отсюда будем вести диалог. Потом этот кружочек мы уменьшим. Но пока нам нужно, чтобы его было хорошо видно. И так и напишем «Олененок». Ну и понятно, что нам нужен еще один такой же спрайт, который будет заменять нам собаку. Я его продублировала. Напомню, что дублировать спрайты можно, нажав правую кнопку мыши и нажать, выбрать пункт меню «Дублировать». Итак, у нас есть два спрайта, которые заменяют два наших персонажа, но вполне могут реализовать наш диалог. Ну, давай придумаем диалог. И начнет, наверное, здесь не олененок, а собака. Он как бы к нему обращается, поэтому мы сделаем вот так. Он говорит, например, спрашивает «Кто ты такой?». Опять передает сообщение. Ну, так и назовем «Привет». Олененок получает это сообщение и отвечает «Ой, фикодно!». И передает, ну, допустим, «Ой» для краткости. Собака получает «Ой». И говорит «Прости, я буду аккуратнее». Пишем «Прости». Олененок получает «Ой». Ну, и, допустим, отвечает «Я олененок». А ты кто? Ну, и так далее. Давай сделаем. Ну, и пусть собака получит «Отый кто?». И ответит «Я собака». Мы можем здесь регулировать количество секунд. Надеюсь, ты знаешь это. Допустим, для каких-то фраз, чтобы их успеть прочитать, нам нужно не 2 секунды, например, а 3, чуть побольше. Ну, и сейчас мы запустим. И видим, что вот это облачко, оно как-то закрывает собаку, этот кружочек. И, наверное, лучше разместить его здесь. Ну-ка. Вот, так лучше, правда? Ну, и теперь осталось все просто. Мы берем костюмы этих странных специальных спрайтов. И уменьшаем. Мы просто можем выделить и сделать совсем-совсем их маленькими. Смотри, даже на сцене раз уже осталась маленькая точечка. И уже нужно следить, где эта точечка. Вот она попала как раз на кончик уха. Мы можем, в принципе, ее даже перекрасить, сделать ее не черной, а серой. И ее не будет видно вообще. То есть подобрать такой цвет, который не будет бросаться в глаза. Но если бы мы это сделали раньше, мы бы вряд ли смогли ее найти так быстро. Только если вот так вот кликать и потом попадать сюда и двигать. Это немножко сложнее. Но если тебе все хорошо и удобно, можешь сразу делать маленький. Ну, и второй кружочек. Я проверяла, черный вполне нормально там смотрится. Тоже делаем маленьким. Перемещаем. И вот здесь вот на ухе собаки его практически не видно. Я даже не могу его сдвинуть, не попадаю. И сейчас мы можем проверить. Даже если мы увеличиваем нашу анимацию, этих точек практически не видно. Если мы запустим, то получается как будто бы наши два персонажа, которые являются картинкой, фоном нашей сцены, друг с другом общаются. И ты можешь делать так любые анимированные красивые открытки и рассылать их друзьям. Я желаю тебе успехов. И до встречи в следующей части урока, в которой мы разберемся с тем, что такое интерфейс и как его можно делать в скретч. Субтитры подогнал «Семья»!